Первоначально собирался рассказать в своем очередном сюжете в Осадуле-Огороде о том, почему ласточки береговые с 13 июля на проводах электролит не сидят, не летают, а также о том, что активизировали жуки Аленка и как с ними надо бороться. А после поездки на остров 14 июля вечером понял, всем дачникам будет интереснее узнать о том, как идет подготовка к восстановлению работы паронной переправы. Объясняю. 14 июля в 17 часов паром стоял у лодочной станции «Волна». На нем уже был складирован металл для обустройства правосредства перилами, скамейками и так далее. Через 4 часа я возвращался с дачи и не узнал паром. По обе его стороны уже стояли перила металлические. Проведена была срезка металлоконструкций, ненужных для эксплуатации на переправе. Мастера на все руки резали заготовки из металлопрофиля для скамьи. Сегодня, 15 июля, они уже были приварены по периметру парома. В выходные дни, 16-17 июля, рабочие и профессионалы своего дела постараются установить трапы с обоих сторон судна. И планируют установить двигатель, который будет таскать паром с левого берега реки Ахтубы на правый и обратно по тросу без помощи буксера. Проблем с наличием материала, сказали мастера, нет. Сотрудники администрации во всем идут на встречу. В свою очередь, они надеются выполнить все работы качественно, надежно, чтобы комиссия приняла их с первого раза. Солнце уходило отдыхать за остров Петриков, но работы на пароме не прекращались. Владислав Лихмар, Татьяна Дубинина, Ахтубинск ТВ